Это мой друг, потом я покажу фотографии. Ой, нельзя. Нельзя, Украина. Жалко, ладно. Значит, мы с вами говорили о теме прививка почкой или прививка черенком. В данном случае мы будем следить за прививкой почки. Почему? В промышленных садах прививка черенком настолько невыгодна, что надо калечить огромное количество деревьев ради этих черенков. А прививка почки это когда на ветке практически все берутся в дело, ну кроме верхушечки. Вот. И вот наш друг Александр, нет, Валерий Александрович пишет. Вот. Я вам попросил в качестве учебы. Если почка большая, обвязываю, оставляю открыто. Видите, вот он открыт. Вот. А этот щиток, он привозил. Маленькое обвязываю полностью. Смотрите. Видели? Полностью. То есть почка оказалась под этим самым. Потом я вас попрошу, Валерий... А, в общем, снято. А дат нету. Вот. Значит, я надеюсь, что в дальнейшем у нас сотрудничество будет такое. Надо это направление развивать. Давайте тогда, чтобы дата была, когда сняли, когда привили, когда сняли. Прошло месяц. Что получилось? И один год, значит, когда полсотни абрикосов пучкой привал первый и последний случай в жизни. Вот. И они мне к осени дали половину ростки, примерно вид и размер спички. А вторая половина та же не проснулась. Ну, правда, после этого я ничего не смог сделать. Сад сожгли все альтернативы. Вот. И у меня опыт оказался незавершенный. А я так не люблю. Я сказал себе, я буду знать больше всех на свете. Включая в Академию наук полном составе. То есть, Павел Александрович, пожалуйста, продолжайте. Пройдет неделя. Фотография. Пройдет месяц. Фотография. Пройдет на следующий год. Будем живы. Фотография. Так. Важнейший момент, ребята. Из прочтенного. Вот. Это письмо мне. Пориентация Север-Юг. Помните, недавно был фильм. Совсем недавно. Там, значит, Андрей, помощник Сергея, положил саженец на стол и обматывал мокрой тряпкой. Для того, чтобы он дальше уже поехал. Переминсил, Север-Юг. И я улучшил момент. Говорю, стоп, разматывай. И мне большой фильм. И там я показал это пятнышко. Которое. А. Смотрит на юг. Б. Является корневый шейкер. То есть, это был сеянец. Сеянец. Можешьского ореха. И там четкое было пятнышко. А потом еще на одном саженце погнали пятнышко. А кто-то решил, что это не так обязательно. Давайте почитаем. Ну, извините, кто-то. Для саженцев двух-четырех. Это кольца. Боряд ли это важно. Вот так. Видите, он не согласен. То есть, пятнышко делать не обязательно. Молдость обычно берет свое. А взрослые деревья. Лет после пяти-шести. У которых уже все в жизни налажено. Уже сформировался по весь слой древесины. Надо сто раз подумать. Поехали, капать, пересаривать. Да. Зачем перекапывать с пяти-шестилетиями деревья. То есть, якобы там получается пятнышко надо делать. Но лучше его просто не трогать. Согласен, абсолютно. Ориентация по сторонам света имеет под собой основание. Это товарищ делает выводы. Только если продавец озаботился о работе метки. То есть, если отметки нет, садика хочет, не имеет значения. А если продавец вроде железа, он чуть ли не единственный в России, сделал отметку, тогда, ну, раз, отметка есть, почему бы ее не направить на юг. Нет, ребят. Вот, я предлагаю так. Нужен опыт. Все, что я говорил, о говоря уже десятки лет, это тоже надо было. Берем 100, 500, саженцев, семенцев. Посадили. Это должна быть особая программа. Именно с точки зрения, даже мы разделяем, не селекцию будем говорить, а о агротехнике. Вот. То есть, очередной опыт такой. Дали 500, выкопали 500, значит, пометили где юг, пометили, перед выкопкой выкопали. А 500 посадили, как сказано, с юга была на юг. А тут, по принципу, оно зло. Все пятнышки повернут на север. И пусть эти 500 растут, эти 500 растут. И если они останутся у, повторяю, смотри, если они останутся у таких, ну, допустим, берем двухлетки. Ни большие, ни маленькие, двухлетки. Так. Если через 5-6 лет они окажутся, все одинаковые. Вот. Ну, и там по количеству мертвых, бывает мертвых. Вот. Тогда на этом спор находится. И окажется, что Сергей зря пятнышки делает. И когда вы окорце, не имеет никакого значения. А я зелезов говорю, есть вещи, которые проверять не надо. Это надо, но это надо для того, чтобы люди, точно знали. Для Сергея, для наших клиентов, все гораздо проще. Если солнце светило с юга, пусть после пересадки обжигает также юг, который к нему приучен. А если мороз, холод, ледяной, северный ветер обжигал с севера, так пусть этой же стороной, а это значит готовая кольца, там гораздо, ну, знаете. Так же и располагается. Вот. А годовых кольцов, если бы, если даже и есть метробиология, вот, то говорят, да, посмотрели, там где уже, там север, там где шире, между расстоянием, между кольцами, там юг. Но применительно к садоводству никто этого не уточняет. А значит, этот ладо, там где-то мог с севера. Вот. Или где-то, может быть, увидел спиленное дерево. И на спиленном дереве четко проглядывает кольца, а ты заблудился. А это еще может помочь. А я говорю о серьезных вещах. Не верите Железову. Опыт 500. Посадили 250. Юг на юг, 250 юг на север повернули. Вот так должно быть. Это и есть наука. Вот. Саженцы, абрикосы со скидкой 50% напрямую от питомника. Ты где, чем вревш ты, господи. Вот это вот, когда же все-таки у нас это. Одна из самых шикарных фотографий. Шикарнейшая. Делалась эта фотография где-то на самом-самом юге. Вот. И вот выбирает самый шикарный. Это наши педагогены в России. Такие видели. Вот. Мне понравилось, знаете, Александр Песоцкий. У него еще есть это, другое, как бы он себя называет, смотритель. Пошли ролики. Один из-за другого. Один ролик не видел недавно, Александр Николаевич. Он в Южкороле живет, и он сказал, что это далеко не юг. Тогда я увидел, как он рассуждает, как надо выбирать, как надо общаться с питомниководами, кто из них фальшивый, он тут же учит, как разоблачить, и так далее. Слава Богу, что я не один такой. И вдруг я получаю горькое письмо. А это, как их назвать, это реакция, это комментарий, реакция под одним из моих фильмов, многочисленных. Валерий Костейнович, я тоже продаю саженцы, и на рынке, и вдоль дороги. По вашему, мои саженцы дерьмо, а ваше самое лучшее на планете. Да, что самое лучшее на планете, я не сомневаюсь, это мое мнение, я сравниваю себя с другими. Вот. Ну, хорошо, есть Филиппи, есть Тотаров, хорошо, одни из лучших на планете. А если говорить Железа Тотаров, Филиппи, значит, самая удача, самая лучшая на планете. Хотя живем мы в Сибири. Ладно. Теперь я прошу извинения, что, видимо, я не называл саженцы, которые продаются на рынке, вдоль дороги, дерьмом. Это вы уже, так сказать, немножко утирируете. Да. Можно сказать по-другому. Вот я взял, такой процент. Вот это ваши саженцы. Вот это вот ваши саженцы. Вот. А остальные 999, 999, 999, 999, 999, и пусть и запятой 999, это, правда, дерьм, но. Как ваши вычинить? Сколько раз я рассказывал? Вспоминаю. Наверное, это из книгах. Наверное, это есть вот у этих самых моих брошюрах. Сотнях моих фирмах и сотнях статях. На рынке надо найти местного садовода. Вот это вы и есть. Вот. И у вас или у таких, как вы, покупатель. Сколько их осталось? Я показал тот тот последний. Вот. вот это горько. Но все равно прошу прощения, что как бы я под одну ребенку и вас, что якобы ваши садовцы дерьмо. И с этими смешиваю. Сидим мы с Тотаром, у меня фотография есть, просто я сейчас ее найти долго искать. стоим мы, он же так и врез вся саженца. Не смог продать. Вот те самые, там у него оставались груши, по-моему, сливы. Так горько было. А рядом торговали саженцами, трехметровыми, знаете. Ну, вот же они, вот же они, лица азиатские. Значит, машина стоит, у меня фотография, с этими самыми номерами, Киргизстана, Киргизии. Вот же они. Ну, берут же. У тебя им лапшу они берут. Как будто не учились. Когда же людей-то научим? Ведь они все в школе учились. Они что, не знают, что это тысячи километров южнее? Вы знаете, как терять этих самых казахстанцев надувают? Те же самые с юга привозят, только выдают за российские. А, российские арситы, на северный, точно будет плодоносчик. А потом те же жалобы. И вот я ему отвечаю. Уважаемый коллега, я ваше письмо прокомментирую на вебинаре. Верю, что ваши саженцы собственного питомника. 99,9% садового датчиков все равно будут иметь мертвые или тяжело больные сады. И мне что, получая тысячи горьких писем молчать? Давайте теперь обращаясь к конкретному человеку. Многие вот так вот, мне нравится, что я жильзом. И все знают, что я жильзом. А вот тут получается так, кто вы? Где вы? А стой домой. Но тем не менее к вам обращаюсь. Я обещал, что отвечу на вебинаре. Я отвечаю. Конкретно. Давайте вас раскручивать. Нужны фото и ролики вашего сада. Жду. Только за. На встрече на вебинаре. Я только за. Я увижу настоящую фотографию. Там будете вы, ваши дети на этих фотографиях. Ведь у этих всех у них нет ничего кроме новорованных вообще ничего. Придумали слово доращию. Что пустили в продажу не берут. Посадят до следующей весны или до следующей осени. А им что лето не пережить? Лето. Назвали доращить. Уже как бы местное. Вы знаете, наука 30 лет требуется в среднем, чтобы орионировать какой-то сорт. Я не привелись его. Это не я сказал 30 лет. 30 лет. А они сами скупили в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане. На следующий год поддержали его летом. Все аронировали. Вот это да, ученые. До черта вы 30 лет. Вот за год. Вот это специалисты. И все это наверное смерть. это мы разобрали. И к сожалению у меня большой претензий к науке. Наверное со мной никогда сотрудничать не буду, потому что когда-то отголоски моей критики доходят. Что вы видите? А? Это тот, который меня шуганули в конференции. ФГБНУ ВСТ ИСП Вот И вот это их фотография. Это саженцы, которые они вырастили на продажу. Внимание увеличиваем фотографии. Посмотрите на этот саженец. Это наука. Они изуродовали вот так посмотрите вот эти отрезают. Это потом луки отрезают. Считается, что это можно и нужно. А для меня эта саженец никогда не вырастет. Сюда пойдет мороз, сюда пойдет мороз. Но если бы это вот так взяли, вот тут полностью отрезали все весь вверх. Маленький шанс балк. Ну что же вы людям продаете это в таком виде? Это же предательство, это подлость. Ведь вы сейчас лапшу навешивая, тебе повезет наверное смерть. Я ничего не привлечу. Вот и говорю, у меня вынужден так говорить, чтобы привлечь внимания. А ты знаешь, что эта дама перестанет такие продавать, выращивать? дне это исключено. Выжить надо. Вот то самое, вот то самое. Я взял еще раз. Советский ученый установил, что растения вырабатывают активные вещества, активные вещества, оказывающие губительное воздействие на различные виды бактерий. Ваш коллега ученый установил. Разве можно было калечить все это? Вы годом раньше продать не могли, что теперь? Ну отрезьте вот так, и объясните людям, что лишняя крона дереву не нужна. Наоборот, валина. Валерий Васильевич добрый день, не мог пройти мимо. Видео вызвало очень много негодования, неприятных чувств. что сделали с деревом, это ужас. Но это может быть материалом для вебинара о том, как делать и нужно. Вам спасибо. Вот. Я вам это видео показал. Помните, вы тут вот? Я это видео показал. Вот. Вот здесь. А вот. Вот. Сам ужаснулся. Это ради заработка найти дураков. Найти дураков. Кстати, я потом еще покажу кое-что. Вот это жалко эту девочку. Высечь бы ее за такие приемы. Чтобы вот эту вот штуку, хорошую, замечательную штуку рекламировать, надо взять и сделать на дереве страшную рану. Смотрите, как пилить. ладно, я уже не могу, у меня давление начинает скакать. Теперь у меня будет следующий вебинар. Смотрите, он будет четвертого ровно через неделю. Правильно? Вот. 251. Все это в принципе те же самые темы, но я к вам обращаюсь. Ребята, откуда взял все сотни? Кто-то взял просмотр, кто-то взял и перенес это объявление, забыл кто, и там у них свой канал, и там полно любителей на этом канале, и там разместил. И, наверное, вот эта лишняя сотня прибавка как бы зрителей по сравнению с предпоследним совсем их мало. Я говорю, что я хотел прекращать мне не надо. Вот каждый из вас вот это получит. Неужели трудно вот это взять нескольким переслать? Это так просто. Ведь это все должны знать. Все вот это должны знать. Нельзя деревья пилить. Нельзя, нельзя, нельзя. Просылайте. Огромное просьба. так, мазурский орех. Это все, что я выбросил. Это пример того, что это такая невиданная, как бы ее назвать-то, такая невиданная живучесть, что их даже еще и не высадил. Они уже пошли это броски давать и корни. Вот это живучесть. Вот уж чего вырастить, сто посадил, сто получил. Но садами не покрывается. Одна из самых ценных на свете деревьев называется мазурский орех. Вот. Ну, сколько я костик за зиму продаю? Ну, сто, двести. Кату насквы. Вот еще одна тема успеваем. Страшная вещь. Природа все предусмотрела. Как вы думаете, вот такое состояние это нормально? Когда вокруг дерева ведь казалось бы мороз, караул, надо чтобы вот так было закрыто. Сугроб наметен. Поверьте, какой бы сугроб бы ни был, здесь все равно будет вот так. Это есть спасение дерева. Любого вот этого березы. Видите? это все люди выкапывали вокруг. Вот уже ближе весна, вот дерево вытаивает. Почему? Солнце нагрело древесину, слава Богу. Или это, я сейчас не скажу, или это остатки побелки, но побелки извести. Извести, она не так опасна, как краска. Подлая, придуманная, только губите деревья, дайте ваши деньги. Плевать, что деревья погибнут. А здесь так и не так, просто пример. Кора коричевая, солнечные лучи ее нагревают, и вокруг вытаивает снег. Согласны? Вот смотрите, снег. Согласны, что вытаивает? Дерево живое. А теперь внимание, хвойники, посмотрите, вот ведь как в природе-то. Ну, это не люди выкапывали. Внимание. Где мы срубить деньжат из тех, который принес огромный вред стране? Я с ней сколько воевал-то? Вот. Чтобы срубить деньжат, она берет лопату, хвойники с умным видом. Вот ведь оказывается. Вот скажите, пожалуйста, нахрена козе баян? Вы знаете такую поговорку? Ну, действительно, козе баян не нужен. А этому дереву, хвойнику, зачем вот это вот? Деньжат срубить? Так. Сколько там времени? 46 минут. Это фотографии сейчас скажу. 20-20. Сейчас скажу. где-то 20 лет. Вот. Это мои муравейники. Это первое посещение телевидением. Вот. Это было. Вот это наша современность. Появляются жуткие вещи. Что тут написано? контур круг приствольный. Вы знаете, порода, она не знала, что ему делать. Порода. Она этого не знала. Вот. Приствольный круг. и теперь появился внимания. Ведь это реклама, это серьезно. И ведь кто-то пойдет деньги тратить на вот это. вы понимаете? Мозгов нет. Что там у нее сгниет основание штамба. Антисажность еще молод. Вот. А не надо иметь мозги. Ей надо это. Мозгов хватает только, чтобы продать вот эту вот вот это вот. Вот они. Видите? Ведь кто-то же придумал, кто-то же это придумал, обречь дерево на гибель за счет собственных денег. Еще более сложной конструкции уже не закрылся. Вот это идиотизм квадратив в кубе. Это невозможно нормальному человеку осмыслить. А ведь купят же. Вот все красиво рассказывают половину фильма прошло. Видите? Как это замечательно, Боже мой! Это не просто не нужно. Он вредный, он опасный, он смертельный. Что она в этом понимает? Ну кто-то должен с этим бороться-то, ну в конце концов. Кто бы дал мне трибуну, я бы таких порядка двухсот таких фотографий. мне бы хватило бы несколько часов выступления по центральному телевидению. Я бы просто листал бы фотографии, листал бы показывал. Я же не просто говорю, а вдруг чуть-чуть там будет хорошо. Да что хорошего, там сгниет все. Сгниет. Ну посмотрели? там же вода стоять будет, ты понимаешь, девочка или кто-то там. Где она тут? Там вода стоять будет, там всегда сыро, даже яблони, сливы и вишни не выдохнут. Разве можно так подставлять людей? Вот это вот абрикос был выкопан мною лет двадцать назад. Я тогда сам продавал, сам выкапывал, садил в ящики. Это один из способов, я его называю народный. Не обязательно выращивать горшков. Я выращивал вот так. Да тогда еще горшков не было. Таких специальных. И вот смотрите. Соответствия нету. То есть вроде бы ком земли все равно центральный корень обрублен. Видите тут высота где-то два с полнометра. И корень хотя бы на полтора уходит. Обрубок обрубок. Внимание. Видите? Теперь человеку я продаю в таком виде. Самое интересное потом. Внимание. Это я фотографию делал рекламную и сам себе пересаживал персик. То есть выкопал большую квадратную яму. Подчеркиваю большую квадратную яму. Здесь я отрезаю всегда для лучшей приживаемости. Это я уже 20 лет назад пропагандировал. Вот. И прямо с гайдем самым. Интересно было, что в осень он сезал без следа. Вот этот картон. Вот. Идеальная посадка. Потом, да, потом, когда я закопал, я обязательно полкровных убираю. для меня закон. Вот это вот я наверное сколько можно про эти волчки уже не могу. Пропускаю. Вот это те груши с волчками мои. Это чтобы помните как меня это мордой по морде эти выпуститься теми резать. Сами режете. Так сами мы режем. Кушать хочется. И не просто режем, а горжусь. Я умею обрезать так, что каждое дерево становится матовщим. Да, жизнь у него короче в два раза. Это особенное дерево, которое я называю матовщим. Жертвенное. Учитесь. Я уже не раз показывал, как я отрезаю ветки, не отрезаю, сколько почек оставляю. А? А то сам режет, а другим запрещает. Отучитесь сначала этих. Я потом еще до вас доберусь. Поперли волчки, что с ним идет? Как звучит поперли волчки. Поелось много волчков. Мы переформировали. Так на хрена вам нужно было делать кронку? Опять, 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 опять. я уже не могу. Я это называю обрезком под названием собака гонится со своим хвостом. А это та самая Полипкина. Начинало уже было 900 тысяч просмотров, уже пошло третий миллион, а она вся в ходу. И даже не знаю, хоть сейчас-то она уничтожила, нанеся самый большой бред по-моему лидер по всей стране по уничтожению деревьев. Вот видите эти волчки? Вот теперь она это учит вас. Вот. И опять, и опять, и опять. Это невозможно. А потом самое еще мы заканчиваем, да, появляется вот такая казалось бы разумная статья. Казалось бы, потом, когда тратим мы сил, времени, денег на лечение после неправильной обрезки, она, кажется, была все правильно, вообще на замену культуры. Понимаем, дерево сложный взаимоотвязанный организм. Ну, кто бы спорил? Еще какой сложный. Дальше этот человек пишет. Свои рекомендации я собрала со слов ученых-садоводов кафедры сельскохозяйственных культур нашего института механизации сельскохозяйственных. И тут я вспомнил про своего брата Железова. Он-то как раз и кончил такой же институт. И вот эти ученые кафедра механизации она выпускает электрика, механика, правильно, Юрий Владимирович? Мой брат Железов. Ну, и взялись учить нас. Они еще продают, саженцы продают, привычу материал. И тогда случилось следующее. Эту фотографию сперли из интернета. Так, и давай учить. Осенняя обрезка самая страшная, я считаю. прореживание, укорачивание. Что вы творите? И это специалисты кафедры это. Юра, ты этот, электромеханик, гигантский, огромным опытом, если тебе сейчас 73, ты бы взялся вот так учить? виды прореживания. И опять они взяли ту же фотографию, которая есть на сайте Темирайцевской Академии. Теперь это они научили, а она статью создала после консультации с ними. Только она разделила на дерево. Вот эту часть дерева раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, не больше десяти лет. Это молодое дерево. Сколько лишних веток она выступила кометь. Дерево погибает. Кометь, спасение, стража, это спасение. Зачистите это место. Вот это страшные вещи, вот это специалисты, но такие же, как Темирайцевская, там они чистая гуманитария, Темирайцевская, а это электромеханики. Потому что те, что те, не знают, что такое кометь. Не знают и не считают, что это проявление болезни. Вот, зачистить это значит, ах, все, не могу. Вот вторую половину этой схемы. Дерево направлено в сторону ствола, это их генетическая особенность, не должно быть прореха. А потом берется и вот на этой же статье, вот эта фотография. Вот она правильная обрезка-то. А сказать, что такой черт мы вообще резали дерево. Вот это вот учеба. И вот мне брат пишет, Костровской сельхозинститут, он дает общее понятие. Я уверен, что точно так же изучали песики-тучинки, изучали селекцию, все изучали. и законы Менделли изучали, я уверен. Вот. И это самого Чарджа Дарвина проходили. Но главное, это ваша задача. Занимайтесь механизацией, не лезьте куда, не понимайте. на твои дела научили. Вот это считается нормой. Вот поэтому и садов-то нет. А вот эта девочка, вот, которая взялась, наверное, как, тоже что-нибудь качала, самая страшная болезнь плодовых, рак. Как облилить, как лечить. Вот почему рак у вас. Вот, понимаешь, девочка? Не лезьте где-нибудь, вообще ничего не соображает. Полная не вообще ничего. Если это рак, черный рак, то это гриб, который цепляется к мертвой ткани. Не умертвляйте, к мертвой ткани. Ты слышишь? Как до вас докричаться? А это я показывал. Вот эту отрезаем, вот эту отрезаем, эту отрезаем, эту отрезаем. Там еще одна есть, пятая. Вот. И когда мой брат заступился, получил по морде, как он посмел, вот она лишняя эта ветка. Это сразу полдерева, видите, смотрите, левое. Я вам специально показываю. И это генетика. Ты железовне генетик, вы генетики. Это шикарное образование. бедная женщина научили полностью уничтожить дерево. Это я успокоиться не могу. Вы с братом прошли через эти оскорбления. Это искусственный стамп, который сделал мой сосед и уничтожил три великолепных дерева под названием Уральское наливное. Господи боже мой. на моих глазах, как на моих. Он меня спрашивал. У меня участок продавал, уже вот так было. А плодов еще было сплошь, огромные, высокие деревья достать невозможно. Никакой лестницы не достать. И вот тут ковер разделял. А фильм есть фильм снял. А потом они все три умерли. Вот эти язвы. Вот. В том времени пришла в наши края страшная болезнь. Абакан минусин Сен-Догорск большая возможно уже по всей стране. Там уже их и не было никогда. То есть болеть была, но там было мало деревьев, что не заметили. А у нас вдоль дорог тысячи мертвых сухих деревьев стоят. Огромных. Вот. До 10-15 метров. Урожая давали по 20, по 30, по 40. Я знаю дерево, с которого взяли 64 ведра отборных яблок жублёжки. Вот из этих вот стиля. А это, знаете, у меня времени осталось чуть-чуть. Я еще раз покажу. Другой раз наткнусь на грушу, у меня груша есть такая, там тоже все плодоносудие, только на концах ветчих. И вот такие гроздь за груш висят. Я говорю, их бы сюда, со спецназом, не хочешь ехать, наручники. Ты натворил дело. Вот. Несколько таких самых ярких, самых опасных, которые не верят, что творят. И которые говорят, каждую ветку отрежем. Мелкие, вообще вырежем. Не знаю, что они плодовые, крупные, вся эта самая укоротим. И все это на полном серьезе. А дальше каждый год. И такое впечатление они ни разу не видели нормального дерева, у которого всегда, у большинства деревьев первое плодоношение на концах веток. Первое плодоношение на концах веток. Дальше. Видите? Это видите? Ну, вам такое дерево поручил, вы это скорейте так, что на втором году говорят. И вот на концах веток, вот это все, на концах веток, на концах веток. И вот я бы их только, знаете как, несколько каналов телевидения, Луча Центральных, вот этих специалистов, вот они приехали вот с этим наушникам, под усамением. Их обвинение от всей страны, прокурор, вы результат вашей деятельности много лет прокомментировали, прокомментировали, прокомментировали обрезки, в результате в стране потеряли миллионы деревьев, это страшная опасность, у нас кругом импортные фрукты, которые нас убивают, которые нас калечат, отравляют нас и наших детей. Мы вам не простим, мы решили сделать гражданскую казнь. Что такое гражданская казнь? Человек остается в живых. Вот ему снимают, привозят к железу, в его сад, снимают наручники, сразу вот тебе секатор, но не зимой, не осенью, когда листва упало, не ранней весной, а вот сейчас возьми и отрезай. вот сейчас, вот эта вот гроздь отборнейших груш вкуснее же не бывает. Понимаете? Вот здесь берете и отрезайте. Вот ваша инструкция, вот читаю, вот здесь надо отрезать. Отрезайте. Отрежете, все сразу это, фильм снят, ну не в одном месте, а в 10-20 таких мест, то есть где я подбираю заранее. Вот. Не отрезайте, оставьте в наручниках, как мы возбуждаем. А так идите на свободу. Самое главное, что мы вас проучили, вы больше не будете учить. И другие это, у которых знаний нет, у которых ни от этого дерева не садили, от переписок друг у друга инструкции вот эти дебильные. Отрежали, свободны. Вы представляете, как бы это выглядело? Вы представляете, как бы выглядело вот это вот? Все до единого букеты упали бы на землю отрезанные. Все до единого. Все до единого. А? И прекратилось бы этого ханали, вот благодаря этому. Но это надо, чтобы кому-то действительно это надо, человек с такими погонами, чтобы на эту акцию. Или хотя бы дайте мне трибуны, я вот это расскажу всей стране. и тогда действительно люди сказали, да пусть себе плодоносят, на хрена мы будем отрезать все. Все второстепенно отрезаем. Это переводят, все плодовые отрезаем. Выгорелся, и время мое хочется. Ой, а потом другие темы, а потом другие темы. Все, друзья, наше время истекло, вот, здесь тема у меня привела на 5-6 вебинаров, сколько мог рассказал. А вы, пожалуйста, не беретесь на это. Иногда лично скажу, стараюсь без мата все-таки. Вот. Но не могу молчать. Представляете, видеть вот это все, вот эту дурь, вот эту вот, и молчать. Как я могу молчать, если вот это все приказано уничтожить? Вот. Как я могу молчать, когда на моих глазах случилось только в Саянногорске сотни тысяч яблок взрослых плодосящих. Знали бы, что это было, когда весь рынок в яблоках, весь рынок это, я уж не говорю про абрикосы, которые тоже нельзя подходить с рекатом. Доль дорог яблоки отборные. Сколько мы вырастили в Жигулевске, сколько мы вырастили в мелбом этих канадских. Сотни, сотни тысяч вёдер. Всё, нету этого ничего. так, дальше мне надо замолчать. Ну, главное, я сегодня себя спас из инфаркта. Я спас, благодаря вам. Если бы меня сейчас не слушали, что толку бы я говорил, кому бы я говорил. я требую трибуну, железо требует трибуну. Большое требую, настоящую, чтобы вся страна слышала. И попробовал бы кто-нибудь потом сказать, что это чепуха, что вот эти ветки не нужны дерева, вот они мешали, они вредны. А потом бы я сказал, а это дерево погибло. у меня же есть специальные фотографии. Тысячи фотографий, где это самое. Я бы... Знаете, еще пару слов. Я... Вот у человека появились, значит, у человека появились, значит, короеды. Так. Ну, уже знает там, что под корой заводятся ручки эти самые, они якобы уничтожают дерево. Никто никогда до сих пор за сотни лет не объяснил людям, один я толдычу-толдычу. Вначале дерево заболевает. Причин для этого много. Чаще всего калечится. У него начинает отслаиваться кора. Под корой это самое безопасное, самое вкусное место. Заводятся эти самые насекомые под корой и выедают древесину мертвую. Мертвую. нет, давайте отбороться. Это знаете, как человек где-нибудь где-нибудь за эти самые шивора там завелось этот самый и чего-то там чешется под рубашкой. Вот. Туда можно дезодорант или что-то там пшикнуть, чтобы это. Но когда учат брать специальные яды и дерево заливать под эту, под его кору, это величайшая глупость на свете. Вот кто-то придумал, вот сейчас эти ручков мы оттуда вытравим, все, дерево здоровым будет, как умирало, так и будет умирать, только опять купите у нас яды, купите яды. Так у меня таких примерно сотни, только вот сейчас первое, что в голову пришло. Сейчас, ребята, мы с вами будем. Ой. А, да это что такое? Вот поверьте, вот сейчас подлость необычайная, вот не раньше, это как будто нарушено. Ферма дома, гибридные мини-деревья, которые дают домам. Черешня дождок, груша дождок. А? Ну где этот самый прокуратурный я понять не могу. Ведь вы же дурите, миллионы людей, ведь купят же у вас, почему? Потому что через три месяца семечка превратится в обзорское дерево. И зимой, и на зимнем солнце. Что-то я опять завелся. Вот сейчас открыл, вот на ваших глазах открыл. Видели, она была черненьким. Вот. Страшные вещи творятся, ребята. Страшные вещи. Ну а мы сейчас переходим в тот кабинет. Вот. Сегодня я опять давай шашкой махать. Я не могу сдержаться сколько можно-то. Страшные вещи творятся, Страшные вещи. Так, ну что? так, 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 так. Все, ребята, наверное, надо заканчивать с вебинарами. Получилось наоборот. Слушать меня никому. Записи смотрят. Я даже знаю, как на это реагировать. Никогда не было так мало участников. Никогда. поговорить не о чем. Вот. Добро пожаловать. Отключусь, посмотрю записи. Да. Может быть, не эти самые, не все, как в прошлый раз, не все были открыты эти каналы. Может быть. Вопросов нет, писем нет. С успением поздравили, поздравили. И все на этом. И на этом все. Так, все, друзья, тогда и мы сейчас с вами экономим. Вот. 250 вебинар, возможно, и последний. Давайте пока. Я в растерянности. До свидания. Ну, я посмотрю в записи. Вот. Сейчас, чем дальше, тем больше в записи смотрят. Вот. Давайте пока. До свидания. Я даже не призываю покупать косточки, все равно мне никто не слышит. Так. Как отсюда выйти? А вот. А вот. Продолжение следует...